Плохо работаете. Плохо. Короче, вообще жесть. У меня там полжизни на этом диске. А вдруг мы подумаем, что владелец рукожоп. Здорово. Ну, пожалуй, я откажусь. Григорий Чесноков. Сервис-инженер. 10 лет в профессии. У меня компьютер не включается. Сколько стоит ремонт? А ВКонтакте можешь взломать? Какой такой Северный мост? Да, меня, как и всех инженеров, бесит, когда нас называют таблимистами. Люди до сих пор не понимают, что программисты и инженеры это разные профессии. Как, например, повар и сварщик. Да, они оба варят. Но один варит больше, а второй металл. Одна мне пишет, типа я в Сбербанке получила новую пластиковую карту, а она с этой, с новой, короче, с бесконтактной оплатой. И говорит, я слышал, что если ее украдут, то ей могут рассчитаться в магазине. Он говорит, не знаешь, как можно эту бесконтактную оплату убрать. Я слышал, что можно как-то проткнуть ее, там, в микроволновку положить, чтобы этот чип бесконтактной оплаты вышел из строя. Я говорю, не знаю, а почему ты у меня спрашиваешь это? Ну, ты же, говорит, ноутбуки ремонтируешь. Самый бесявый вопрос, который задают при сдаче техники в ремонт, а вы ничего из моего компьютера не вытащите. В смысле? Ну, я слышал, что там в сервисном центре запчасти воруют. Нет, нам ничего не нужно. И что самое интересное, никто не считает, что это какой-то беспардонный, бестактный вопрос. Ну, спросил, спросил, а не воруешь ли ты запчасти? Понимаешь? А если я спрошу, вот вы случайно проституцией не занимаетесь? Просто я вчера видел, как женщина стояла в такой же красной, желтой курточке на панели. Вот. Я просто спросил. Ну, такая же примерно реакция будет. И у меня. Просто я ее скрываю. Еще бесит, когда к нам в сервис пытается продать всякую шляпу. Вот недавно на днях один приходит, достает из пакета такой моток, проводов, гирлянды, старые зарядники. Вот такой клубок, такой гордо достает, кладет на стол. По чем купишь? Что мне с этим делать? Взять с собой после работы, взять немножко дров, сходить в лес, отжечь до голой медь, чтобы потом сдать, что ли? Ну, а что ты бутылки не принес ко мне? Макулатуру там? Не надо всякую шляпку нести. Сервисный центр это не помойка. Да, кстати, очень много клиентов врут о том, что случилось с их техникой. Что-нибудь прольют. А, не знаю, замкнут. Захотят почистить. Порвут шлейф. Но об этом не скажут. Не-не-не. Он просто перестал включаться. Казалось бы, ну, скажи ты, да, что с ним произошло? Нам будет проще найти неисправность. Но нет. А вдруг мы подумаем, что владелец рукожоп? А как будто, когда мы узнаем, что с ним случилось, мы так не подумаем. Мы так не думаем. Никогда. Бесит, когда приходит какой-нибудь человек и сразу просит позвать мастера. А у нас, как бы, зона приема техники, она отделена от производственного помещения. То есть мастера с клиентами как бы не общаются. И вот придет какой-нибудь человек и начинает мастера просить. Позови мастера. Позови мастера. Менеджер спрашивает. Ну, типа, что? Может, я могу вам помочь? Да нет. Мне нужно с мастером поговорить. И, короче, всячески надоедает. И в итоге менеджер прибегает, слушай, ну, выйди там. Вот он зовет вообще. А ты уже третий час сидишь под микроскопом. Тебе нужна максимальная концентрация там какого-нибудь сложного восстановления залитого ноутбука. Вот у тебя уже руки вместе со скальпелем, с паяльником вот так вот сросли. Тебе приходится все это так бросать, протирать глаза. Потому что уже от этих окуляров у тебя просто уже такое вот все в одну точку. Близорукость. Ты выходишь к нему, а он тебе говорит, слушай, вот у меня вот там дома наушники лежат, там вот провод перебился. Слушай, вы такое делаете? Делаем. А что? Менеджер вам не смог на этот вопрос ответить? Да я хотел просто сразу узнать там цену. Чего? Короче, ребят, не надо так делать. Каждый занимается своим делом. Не надо отвлекать мастеров по таким пустякам. Если что-то сломалось, сдавайте, сделайте диагностику, позвонят, скажут стоимость ремонта, устроят, делайте, не устроят, не делайте. Есть еще такая категория людей, я их называю пиздец, все пропало. Ну, в прямом смысле. Прилетает, вот недавно был человек, а у него там винчестер не открывается, он его уронил. Короче, говорит, вообще жесть, у меня там полжизни на этом диске. Поставляйте на диагностику, посмотрим. Блин, надо побыстрее, короче, я скоро выезжаю, я хотел бы все это сделать, просто жесть, капец, вообще никак. Ну, пацаны, пожалуйста. Хорошо, мы посмотрим там в течение двух дней. Окей, все оформили, записали, выдали договор. там в течение двух дней ему говорим, вот, будет стоить столько-то, столько-то, потому что там необходимо было покупать, по-моему, диски-доноры для восстановления. Ну, он соглашается, без проблем, пацаны, спасибо, все, вообще, класс. Короче, мастер отодвинул все свои работы, занимался только его диском, за свой счет заказал диски-доноры, сделал работу, по-моему, два дня она заняла. Да, и что вы думаете? Когда сделали, мы ему звоним. А, да-да-да, я сейчас этот, говорит, показания, вот завтра приеду. Наступает завтра, и послезавтра никто не приезжает, проходит неделя, мы говорим, что готов ваш заказ, можете забрать. А, да, я сейчас в отъезде, вот на следующей неделе приеду, вот обязательно заберу. Проходит следующая неделя, снова звоним. Заказ-то ваш срочный, мы говорим, готов, вы можете его забрать. У меня сейчас там с финансами, проблема там, зарплата что-то. Я говорю, в следующем месяце заберу. Через год он только забрал свой диск. И еще, когда забирал, торговался. Зачем так делать? И вот таких ситуаций, когда нужно срочно, вот прям вот, сделать ему прям сейчас, сделаешь прям сейчас, и не забирает. либо забирает там через месяц, два, три. Сплошь и рядом такая ситуация. Никогда так не надо делать, потому что мастер, у него все расписано по дням. Если нужно срочно, значит, приходится отодвигать работу. Это значит, нужно садиться сейчас за ваш аппарат. А те аппараты, которые нужно было сделать в срок, ему приходится делать в авральном режиме. То есть, выходить в выходные просто тупо. И в итоге получается, в конце, зачем он выходил, если этот заказ оказался несрочным. Ненавижу заказывая с Алиэкспресс запчасти, необходимые для ремонта клиентской техники. Бывает так, что вот нужны запчасти, это какие-нибудь редкие запчасти, не знаю, какой-нибудь там, редкий контроллер на модернерской плате, либо какой-нибудь редкий диск, левитый скрин, который находится только в Китае. И заказать можно только с Алиэкспресс. Мы, конечно, клиента предупреждаем, что заказывать будем с Алиэкспресс. Примерно 30 дней идет. Мы, конечно, с клиентой деньги, как обычно, не берем. Раз клиент согласился, все, мы на свои деньги заказываем, ну, что клиента туда-сюда гонять только ради того, чтобы он внес предоплату. А заказываем. И вот, не дай Боже, если через месяц не приедет, начнут звонить, долбить, а чего, а когда? А вы точно заказали? Да, говорю, мы заказали. Где-то посылка застряла. Такое бывает. Хорошо, я на следующей неделе позвоню. Бывает так, что и через неделю не приезжает. Где-то торчит, трек там не отслеживается. Либо застряла где-то эта посылка и опять начинается. А вот мне в другом стрессе сказали, что за три недели привезут, а у вас уже четыре недели или пять там едет. мы ничего поделать не можем. Мы свои деньги закинули. Мы еще больше, чем вы, ждем, чтобы быстрее она приехала и отбить свои деньги. Ну и бывает так, что там, не знаю, за два месяца не приходит, и все, клиент приходит, начинает скандалить, сколько можно голову морочить и короче забирает так и не дождавшись запчасти. Ну и спрашивается для чего мы, для кого мы заказали. Потому что чаще всего она там через неделю-две приходит все-таки. Вот что нам с этой запчасти делать? Бесит, когда наши российские поставщики подставляют. В конце недели подкопишь заказ, не знаю, пять позиций. Все оформишь, оплатишь. Тебе их высылают все в одной коробке. Ты получаешь, смотришь, а, например, какой-то клавиатуры нету. Поставщик такой, ой, ой, точно. Да, там она бракованная была, мы как бы вам деньги на баланс вернули. А клиенту-то мне что теперь сказать? Ай, ну, извините. Вот я ко всем поставщикам обращаюсь. Так делать не нужно. Если нету запчасти, вы сразу сообщите. Потому что запчасти едут неделю, а на этот срок уже согласовано выдача изделия. И получается мы еще должны тратить время на поиски, а потом еще доставку. И клиент не факт, что не заберет эту технику, не дождавшись. Сама жара начинается по-другому год. Когда технику сдают от числа 25 декабря, ну, или там позже, из-за большой доли вероятности ты не успеваешь отдиагностировать эти девайсы до Нового года. И начинаешь уже их смотреть после праздников. Ну, там, с 5, с 6 числа вот все вот эти заказы последние недели декабря. И бывает довольно-таки часто так, что звонит клиент, допустим, 5 числа и говорит, что с моей техникой? Пока еще даже очередь не нашла до вашего девайса. Как не нашла? Уже прошло почти полторы недели. Были праздники по договору диагностика в течение 7 рабочих дней. А прошло всего 4. А, ну, плохо работаете. Плохо. Как будто сервисный центр вообще не отдыхает. Вот, понимаешь, у людей почему-то вообще сложилось такое мнение, что сервисный центр не отдыхает. Там всегда работают. Ну, не всегда. Иногда нужно семья время проводить. В воскресенье, например. Есть еще такая категория людей. Я их называю пожирателей рабочего времени. Это такие люди, которые ничего в сервисный центр сдавать, ремонтировать не хотят. Они приходят и начинают. А вот у меня дома ноутбук. А вот он себя вот так вот ведет. А вот тот-то. А вот синий экран. А вот тормозит. А что это может быть? Мы говорим приносите, продиагностируем, скажем. Но обычно что может быть в таких случаях? Не знаю. Приносите на диагностика. А это может быть например BIOS. Да, может быть BIOS. Приносите, выясним. Чувство такт не позволяет сказать слушай, братан, у меня там работает дофига, непочатый край. Мне тут неинтересно с тобой разговаривать о том, что может быть с твоей техникой, которую ты никогда сюда не принесешь ремонтировать. Бесит, когда клиенты за ремонт своей техники хотят рассчитаться каким-нибудь другим своим неисправным девайсом. Приносит битый ноутбук. Говорит, поменяйте мне дисплей, а взамен я вам отдам вот-вот битый неисправный телефон. Что нам с ним делать? Ну, говорит, на запчасти возьмете или вы восстановите потом. А, то есть я должен потом еще париться, чтобы это превратить в деньги. Здорово, говорю. Ну, пожалуй, я откажусь. Бесит, что когда сообщаешь людям о том, что диагностика производится в течение семи дней, они отказываются. Типа им в другом сервисе сказали, что за один-два дня посмотрят. Ну, я уже просто запарился объяснять, что нормальный специалист всегда загружен на несколько дней вперед. А раз там готов посмотреть в течение одного дня, значит, они сидят без работы. А почему они сидят без работы? Ну, наверное, потому что ничего не умеют, кроме как, чесать языком. И диагностика это не просто там повертеть, покрутить, понюхать, постучать, карты разложить и погадать, что же с этой техникой. Это определенный комплекс диагностических мероприятий с применением измерительного оборудования, инженерных схем и так далее. То есть, это не пятиминутный процесс. И люди этого не понимают и обращаются еще хуже к выездным мастерам, которые с бесплатным выездом, с бесплатной диагностикой приезжают и смотрят их технику в их присутствии. Ну, типа же, при них ничего левого не сделают. Потом плачут, что там счета выставляют на 20-25 тысяч рублей и плачут и пишут в группах черный список типа стерлитамак и так далее и тому подобное.